Всем привет! Что-то давно я не показывала вам никаких домов, никаких квартир. А ведь знаете, друзья, у меня всё равно потаённое желание так и осталось. Что-то себе купить приличное. Ну вот, может быть, кто-то вспомнил. Я уже показывала вот этот строящийся дом в сандауне. Он всего лишь навсего у нас был на картинке. А сейчас я приехала, чтобы показать вам одну квартиру, которая стоит вот сегодня в субботу, 28 августа, на открытый просмотр для любого желающего. Вот так вот выглядит один из корпусов уже построенных, этого огромного массива в сандауне. И я показываю вам специально, чтобы вы увидели, что вот это вот деревянное слева, видите, вход, это здесь бар. И здесь играет музыка очень громко, постоянно. Здесь всегда уйма народу, особенно вечером. Вечером здесь играют английские джаз-банды. Это называется «Живая музыка». Она пользуется популярностью и гремит буквально до 12 ночи. Не думаю я, конечно, что это хорошее будет соседство. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Вот внизу, видите, самый угловой на первом этаже, вот там написано «Open Day». И мы сейчас зайдем в эту квартиру, и я вам покажу все-таки, как здесь выглядят в Англии новые построенные квартиры. Здесь даже нет балкона, потому что это называется ground floor, земельный этаж. Дальше у людей балкончики. Две спальни. И уже продано. Продано. Ну вот, девушка риэлтор мне немного объяснила и разрешила снять на видео эту новую квартиру. Это квартира, две спальни. Вот сейчас мы зашли и попали сразу в огромную такую открытую, как сказать, открытое помещение. Вот здесь это получается для обеденная зона. Вот таким островом перегорожена. Здесь кухонная зона. Сразу же со всей встроенной кухонной мебелью. Вот сейчас я покажу вам холодильник. Вот здесь, видите, встроен. Вот. Вы знаете, это вообще-то для Англии непривычно. Вот здесь плита тоже, как я хотела себе. Плиточная поверхность. И, как мне девушка сказала, что здесь еще есть стиральная машина. Вот она. Трудно найти, потому что как-то странно эти дверцы открываются. Ну ладно, это все привыкается, конечно. И здесь еще есть машина посудомоечная. Вот она. Все встроено, как вы видите. Также вытяжка, газ подключен. Ну и, конечно же, свет. И тут очень много на стенах каких-то прибамбасов электрических каких-то. Я даже не знаю. Вот сразу же мы из этой большой комнаты попадаем в такую ванную комнату. Умывальник. Все новое. Уже, видите, и смеситель тут стоит, как положено. Огромное зеркало. Все в серых тонах. Очень красиво. Угловая, как вы видели, ванна с таким экраном. Ну, обычная вполне. Я не могу сказать, что там какая-то дорогущая сантехника. Так, вот здесь еще utility такое небольшое помещение. Гладильная доска там стоит. Ну и то, что вы хотите туда поместить. Дальше мы проходим немножко по коридорчику и попадаем в первую спальню. Спальня эта большая. Она порядка 18 квадратных метров. Вот видите. Здесь тоже вся эта мебель уже включена. То есть англичане уже научились строить все, как положено. Вот здесь я попыталась открыть балкон, но, к сожалению, вот я смогла открыть только вот так вот. Не стала уже я дергать. Совсем малюсенький. Вот показываю вам вид. Вид, к сожалению, не на море. И вот такой малюсенький балкончик. Ну, только выйти немножко, может быть, там что-то такое посмотреть на улице. Вот. И вот так выглядит эта спальня. И хотя это основная спальня, но мебели здесь опять никакой нет. Маленький столик, зеркальце и шкафчик. Но из этой спальни мы попадаем в ванную комнату. Вот видите. То есть получается, что это уже вторая ванная комната. Та у нас была с ванной, а здесь с душевой кабиной. И также туалет, умывальник. Сантехника вся недорогая. Все новое, конечно. Смотрится все уже намного интереснее и лучше. Полотенцесушитель мы видим. Также здесь зашивка. И, конечно же, смеситель. Слава Богу, нет двойных кранов. Снова мы выходим в коридор. И справа еще одна спальня. Также с двухспальной кроватью. Но эта спальня уже меньше. Она без балкончика. Просто окно. Окно до самого пола. Но, к сожалению, это окно совершенно не имеет хорошего вида. Это окно также выходит на внутренний двор. Ну, может быть, когда все это построится, будет смотреться лучше. Сейчас, конечно, здесь очень неприглядный вид из окна. При том, что, по-моему, еще и на гараж выходит. Здесь точно так же минимум то, что я вижу. Опять столик с зеркалом и маленькая тумбочка с лампой прикроватная. Даже здесь и шкафа нет для одежды. Ну, в общем, минимализм, конечно, полный. Потом, вот не знаю, как вам, вот эти серые двери. Ну, не знаю. Вот потолок навесной для любителей. Вот с такими маленькими лампами. Он, конечно, смотрится неплохо. Ну, такой потолок на любителя. И вот смотрите, что еще интересно. Я вот эту дверь сразу и не поняла. Думала, какое-то там еще помещение. Но нет. Это оказалась дверь на лестничную клетку. Это, то есть, входная основная дверь. Посмотрите, как интересно. Ну, здесь лифт, еще две квартиры. Первый этаж. То есть, странно то, что получается у нас, что вот эта вот входная дверь основная. И возле нее, справа и слева, сразу же, как только мы входим, получается две спальни. Вот видите? Вот это, конечно, странная планировка. Для меня непонятная. Ну, что есть, то есть. Вот это вот, повторяю, 300 тысяч фунтов квартира стоит. И уже она куплена. Здесь еще при входе маленькая такая, типа, кладовочки, что ли. Даже не знаю. Но вот обычно сюда прячут все вот эти вот бойлеры. Все остальное обслуживающее. Ну, или вы можете тоже что-то сюда поставить, как в кладовочку. Вот то, что здесь на стенах какие-то электрические вспомогательные экраны, тоже я не знаю. Может быть, это имеется в виду сигнализация входная. Ну, в общем, вот такая, друзья, квартира. Еще хочу вам показать стройку шикарной апартаменты опять. Вот видите, здесь на картинке все данные. Телефон и адрес электронный. И вот он сзади, там как раз этот дом. Но он пока здесь за забором. Судя по всему, там уже квартиры вовсю продаются. Это сандаун. Вот такой шикарный вид здесь у них. Показываю вам информацию об этом. 26 великолепных апартаментов. 1, 2 и 3 спальни. Лифт ко всем апартаментам. 1, 2 спектакля в севью. А у всех, ну, понимаете, да? Вид. Фантастический вид. 2 пентхауза с террасой на крыше. Приватные балконы. Приватный сад. А андеграунд паркинг, то есть подземный гараж. И это, пожалуй, тоже один из лучших видов. Вот. И на севью, и на вот этот вот красивейший обрыв. Калвердаун, посмотрите. И на центр города Сандаун. И, конечно же, я хочу вам ещё раз показать поближе. Вот этот шикарный дом. Ну вот, к сожалению, вы знаете, не успел построиться этот дом. И все 25 дорогущих квартир уже тоже почти проданы. Поразительно то, что очень дорого продаются эти квартиры. Здесь, к сожалению, нет одной спальни. Квартиры с одной спальней. Их купили даже ещё, когда было только планирование этого дома. Просто на расхват, как горячие пирожки. Остались ещё трёхспальневые здесь апартаменты. Очень они стоят дорого. Они стоят 700 тысяч фунтов, друзья. Можете себе представить. И туда входит, ну, тоже встроенная техника. Тоже вот, как и в том доме, вся мебель. И также парковка. И малюсенький сзади кусочек садика. Ну и, конечно же, здесь вид намного грандиознее. И, как они говорят, что из каждой квартиры у вас будет вид сюда, на этот красивейший океан. Ну, наверное, зато и платят люди такие огромные деньги. Прекрасный вид на море, свежий воздух. У вас есть свой гараж. И у вас есть маленький садик. И при том, современная огромная квартира. Тут же ещё и пентхаус. Вы знаете, что ещё меня удивило? То, что здесь ведь тоже получается квартира это лисхолд. То есть, вы должны точно так же платить за обслуживание и налог на землю. Так вот, налог на землю, как мне сказали, он порядка 50 фунтов в год. То есть, это очень маленький налог. Ну и, к тому же, вот этот вот сервис-чардж, плата за обслуживание годовая, она здесь всего лишь навсего колеблется от 650 фунтов до 1300. Вот, представляете, насколько низкие здесь цены. Может быть, конечно, они начнут их поднимать. Но вот, если учесть то, что я плачу, например, за свою квартиру в старом убогом доме 200 фунтов земельный налог, и я плачу ещё и 3000 сейчас сервис-чардж, то есть за обслуживание, и то, что у нас там конь не валялся, как говорится, всё кругом, грязь невозможная, ещё у меня и нет даже парковки во дворе, то это, конечно, просто несравнимые вещи. И моя мечта, я хочу, вот вы знаете, всё-таки постараться купить себе квартиру в таком, в одном из таких шикарных домов. Ну, как говорится, понимаете, хотеть не вредно, да? Вообще, вот этот дом мне понравился, конечно, своим расположением больше, чем тот, который я вам показала. И я, конечно, очень сожалею, что я не смогла попасть внутрь и сама посмотреть, и вам показать. Ну, вот только на картиночке, что там нарисовано, это трудно понять. Но мне кажется, что здесь квартира намного лучше. Ну, в общем, как мне сказали, что две спальни, апартаменты здесь стоят дешевле, чем там. Здесь они стоят 250 тысяч фунтов, а там стоили 300. Вот это как бы радует. Возможно, я дам свою заявку, мало ли, может быть, кто-то решит продать однокомнатную квартиру, то есть с одной спальней. Вот она, как мне сказали, примерно 170 тысяч, да, стоит. То есть поднатужиться, может быть, взять ипотеку и купить. В связи с этим, понимаете, друзья, что я хочу сказать, что я вот тут пока сидела, размышляла, и хочу вам дать послушать, до чего я уже в своих мечтах дошла. Ну, мечтать тоже не вредно. Может быть, иногда даже мечты наши избываются. Поэтому я хочу дать вам послушать, что мне тут взбрело в голову. Не стреляйте в пианиста, как я всегда говорю, он играет как умеет. Считала всегда, что это просто супер, модерн такой. А здесь, тем более, вид грандиозный раскинулся. И вот вы знаете, что я подумала? Вот если бы я приехала сюда на остров с каким-то моего возраста мужчиной, и если бы он был достаточно обеспечен, вот незажимистый такой, вот жил бы где-нибудь он вот в таком вот шикарном доме, ну, то есть в квартире современной вот такой. Вы знаете, я подумала, наверное, у меня бы сложилось просто совершенно другое впечатление. Даже не то, чтобы жизнь у меня пошла по-другому, но у меня бы и впечатление об Англии было совершенно другое. Понимаете как? Вот я не знаю, поймёте ли вы то, что я хочу сказать, но ведь всё зависит от того, самое главное, как мы воспринимаем какую-либо страну, от того, что нас окружает, вот где мы конкретно живём. И когда меня мой муж привёз туда, на Бинстед Хилл, в этот малюсенький-малюсенький домик, просто напоминаю вам, в какой домик меня привёз мой муж, и наверху видео поконкретнее об этом домике. Я хочу сказать, что когда я приехала туда, и когда Рентон ввёл меня в этот дом, в своё бунгало, он, наверное, подумал, что я сейчас там в восторге буду, потому что он был такой радостный, когда он мне показывал этот дом, он меня завёл, сказал, смотри, смотри, как я живу, смотри, у меня три спальни, дом, три спальни, огромный. Я зашла, и сразу на меня упали эти низкие потолки на голову, моя клаустрофобия сразу дала о себе знать. К тому же, там был затхлый запах. Я-то ведь, в общем-то, не знала, что женщина, его жена Лу, она умерла буквально за несколько месяцев до нашей встречи первой. Он мне говорил, опять же, обманул, вот очередной раз он говорил мне, что она умерла несколько лет назад, и потом только он уже, отчаявшись, вот такой вот одинокий, стал искать себе пару. Ну, а оказалось, что она умерла за несколько месяцев до того, как он нашёл меня в интернете, и мы познакомились. Вот так бывает. Поэтому он мне и говорил, и просил меня, чтобы я, не дай бог, никому из его друзей не сказала, что мы познакомились в интернете. Ну, не знаю уж, зачем он это скрывал. Вот сижу, это я, да, здесь отдыхаю на красивом пригорочке, и думаю, как бы было совсем по-другому сложена моя жизнь. И сейчас бы я вот такой одинокой гармонию здесь не бродила. У меня бы был бы муж. Ай-яй-яй, если бы. Да. Поэтому, наверное, не всё, что делается к лучшему, мне так кажется. Но это, опять же, моё только такое сугубо личное мнение.